Мир вам, уважаемые друзья и дорогие коллеги. Мы с вами снова на канале Психфарм ТВ, который всегда на вашей стороне. Как всегда по понедельникам отвечаем на ваши вопросы. И я вас очень прошу, пожалуйста, активнее подписывайтесь на наш канал. Ставьте нам лайки, пишите комменты. Мало того, что мы отвечаем на ваши комменты. Но ведь мы можем с вами вместе помочь очень многим людям, которые не знают ответов на вопросы. Если вы будете подписываться на наш канал, то тогда наш канал в выдачах будет продвигаться. И наши научные знания окажутся доступными для большого количества жителей нашей страны. А это очень-очень хорошо. Да ими же почти не только нашей страны, но и зарубежья. Итак, первый вопрос. Вот этот табель рейтинг СИАЗС. Это табель, имеется в виду табель о рангах новой. Классификация по степени воздействия препарата. Вообще всех препаратов, не только СИАЗС. На сигма-1 рецепторы можно использовать так, что чем выше лекарство, тем оно еще более стимулирует рост нейронов. Не может же только флавоксамин быть единственным? Конечно, флавоксамин не может быть единственным. Пожалуйста, посмотрите. У нас есть о нейропластичности специальный ролик. Это очень важная на самом деле вещь. Потому что все антидепрессанты так или иначе способствуют нейропластичности. Они способствуют развитию нейрона. Но есть отдельный механизм, отдельный я подчеркиваю, через сигма-1 рецепторы. Все препараты могут косвенным образом активизировать сигма-1 рецепторы. Потому что они активизируют, они раскручивают нейрон. Но есть препараты, которые могут проникать внутрь нейрона. Внутрь, я подчеркиваю. И действовать внутри нейрона на эти самые сигма-1 рецепторы. Еще более активизировать нейрон. Одним из таких препаратов является флавоксамин. Некоторые СИАЗС тоже способны на такой фокус. Но это в десятки раз слабее. Флавоксамин здесь вне какой-либо конкуренции. Более того, есть препараты такие, как сертралин. Которые вместо того, чтобы активизировать сигма-1 рецепторы, они их наоборот блокируют, эти рецепторы. И, соответственно, никак не способствуют росту нейронов. Поэтому, конечно, флавоксамин не один. Но вот этот табель о рангах можно действительно использовать для общей ориентировки, как препарат стимулирует рост нейронов. Чем он выше по воздействию на сигма-1 рецепторы, тем эффективнее он воздействует на нейроны. Речь, конечно, идет о серотониновых нейронах. Потому что есть, вы знаете, препараты двойного, тройного действия, которые могут действовать и на... Которые действуют антидепрессанты. Здесь и такая оговорка есть. Ну и следующий вопрос. Все перечеркиваются одним обстоятельством. Анвифен по рецепту, а корвалол без. То есть, мы рассказываем про то, что анвифен хороший, но корвалол без рецепта, а анвифен по рецепту. Пожалуйста, мы сделали специально для вас новый плейлист, который называется «Фенобарбитал». Корвалол – это препарат, который содержит фенобарбитал. Опасен очень этот препарат тем, что вызывает зависимость. Тем более он будет вызывать зависимость, потому что без рецептов. Но даже дело не в зависимости. Вызывает целый ряд серьезных побочных явлений. Мы об этом будем рассказывать. В частности, у пожилых он способствует тому, что они дышат реже. А у них и так проблема с дыханием. Более того, вот сейчас была большая проблема с COVID-19. Я думаю, что на эта проблема не ежета. Смотрите, пожалуйста, наш плейлист COVID-19. Но ведь вот людям советовали принимать там корвалол, волокордин, чтобы успокоиться. А это подавление активности дыхательного центра. Представляете, что творили над людьми, которые и так страдают COVID-19, которые тоже способствуют тому, что дыхательный центр у человека просто начинает гибнуть в результате прямого воздействия на мозг, а также воздействия на львел. То есть, это очень и очень на самом деле серьезно. И вот здесь нам говорят корвалол без анвифен по рецепту. Слава Богу, что по рецепту. Конечно же, анвифен в плане безопасности – это в десятки раз лучше, чем корвалол. Ну, это первое. Ну, а то, что он по рецепту – это тоже очень и очень хорошо. Я вообще считаю, что психотропные препараты должны назначаться исключительно по рецепту. Неважно, как они называются. Ноотропы, транквилизаторы, бензодиазепины, антидепрессанты. Нельзя заниматься самолечением. Но вот этот человек, он попадет в очень тяжелую ситуацию, потому что для него открыт корвалол. Он будет самолечиться корвалолом. Пусть он через несколько лет напишет, что у него получилось. Я думаю, получится очень и очень плохо. Следующий вопрос. Отетопирозина 2 миллиграмма – худший опыт. Панические атаки несколько часов с провалами сознания, судорогами лица на завтра. В итоге в дурку на месяц увезли, потому что думал, в обычную больничку везут. И подписал доки. А доктор потом сказал, что я все выдумал. Я много раз говорил, что нельзя назначать антипсихотики при тревожных расстройствах. Антипсихотики способствуют тому, что на самом деле тревожные расстройства могут у человека усиливаться. И тут, в общем, ничего нового нет. Вот если бы этот человек смотрел наш канал раньше хотя бы, то, может быть, его тогда бы в дурку не увезли. Потому что, я понимаю, такая была ситуация. Ему было так плохо, что он не посмотрел, что подписал. А почему он, собственно говоря, не мог посмотреть наш канал? Мало известие наш канал. Посмотрите, сколько у нас подписчиков. Если вы хотите не попадать в дурку, если вы хотите лечиться грамотно, пожалуйста, я вас... То есть, не лечиться это пирозином, антипсихотиком тревожное расстройство, а лечиться так, как надо. Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал. Становитесь спонсорами нашего канала. Пишите комменты, ставьте лайки. Тогда наш канал будет продвигаться. Большое число людей узнает про особенности препаратов, про их побочные действия. Когда можно их принимать, когда нельзя. Ведь мы очень откровенно рассказываем о свойствах препарата. В отличие от других каналов, мы никогда не скрываем побочные эффекты препарата. Мы всегда их обсудим. Мы всегда обсудим, что хорошего, что плохого приносит этот препарат. Если бы это знали все, то было бы гораздо лучше. Следующий вопрос. Как интересно. Если ФДА забрела немецкий препарат, имеется в виду, мы рассказываем о таких препаратах, которые, ну, скажем, зверобой, да, это нормально. Если ФДА против фенебута, происки врагов. Любопытно. Итак, что нам, собственно говоря, предъявляет? ФДА не одобрила зверобой в качестве антидепрессивного препарата. Это нормально? Да, действительно, это нормально. Почему это нормально? Они провели независимое исследование, независимую экспертизу, и они доказали, что этот препарат зверобой не работает в качестве антидепрессанта. С какого переляку они должны этот препарат одобрять в качестве антидепрессанта? И не сделали этого. ФДА стоит на защите интересов американцев и, соответственно, выполняет свою работу. Ведомство очень богатое, там хорошие зарплаты. За хорошую зарплату можно хорошо поработать. Теперь возьмем фенебут. ФДА против фенебута. Кто вам это сказал? Это на самом деле полная ложь. ФДА не против фенебута. ФДА просто подчеркнуло, что фенебут не является биологически активной добавкой. И все. А почему препарат должен являться биологически активной добавкой? Он и не должен, он и не является. Другое дело, что этот препарат не одобрен ФДА ни как препарат, ни как биологически активная добавка. Но здесь ФДА не виноват, и никто не виноват. Никто просто не пытался вывести препарат на американский рынок. И теперь никто не будет этого делать. Знаете почему? По очень простой причине. Любая фармацевтическая компания, когда она выводит препарат на рынок, она хочет отбить деньги. Так устроен фармацевтический бизнес. Вы выводите препарат, вы должны этот препарат запатентовать, что никто не может его копировать. А как можно запатентовать препарат, который был изобретен в 1962 году? Патент на него давно истек. Каждый может его копировать. Ну, предположим, какая-то фармацевтическая компания подаст заявку в ФДА, какой-нибудь фенебут, или, предположим, анвифен, который мне очень нравится. И все, и что дальше? Предположим, они проведут исследование, докажут, что этот препарат действует прекрасно, этот препарат зарегистрируют в качестве препарата. И что? Тут же любая химическая компания китайская поставит на рынок Соединенных Штатов такое количество этого препарата, по таким бросовым ценам, что компания любая, которая подала заявку, ничего не получит. Так что, пожалуйста, я ВВАС очень прошу, не врите. Никакого противопоставления здесь нет. Это еще раз говорю. ФДА забрило немецкий препарат, потому что он не антидепрессант. Это нормально. В ФДА никто не обращался по поводу того, что надо зарегистрировать фенебут в качестве препарата. Это тоже нормально. Никакие не происки врагов. Следующий вопрос. Здравствуйте. Можно ли флоксетин пить раз в три дня, если по такой схеме я чувствую себя лучше и нет апатии, чем если каждый день начинается апатия и сонливость? Что я вам хочу сказать? Если вы здоровы, а, видимо, этот человек здоров, потому что если он принимает флоксетин раз в три дня, то есть он принимает его в дозах, которые недостаточны для осуществления терапевтического эффекта, значит, он здоровый человек, а здоровый человек может принимать флоксетин как можно реже. Не только раз в три дня, но я бы советовал такому человеку попробовать принимать флоксетин раз в месяц. Я думаю, эффект будет тоже очень и очень хороший, потому что чем реже вы, здоровый человек, чем реже принимает психотропные препараты, тем ему лучше, потому что если здоровый человек принимает психотропный препарат каждый день, то начинается апатия и сонливость. Следующий вопрос. Михайлович, скажите, если на низких дозах сульперида повышается дофамин, то почему растет пролоксетин? Очень интересный вопрос. Мы обязательно сделаем на этот счет ролик. Прежде всего, я скажу, что это очень важно, чтобы вы поняли. Вот есть определенная связь между количеством заблокированных D2-дофаминовых рецепторов и развитием того или иного эффекта. Она установлена для галлоперидола. Значит, 65% заблокированных D2-дофаминовых рецепторов у нас с вами начинается антипсихотический эффект. 72% растет уровень пролоктина, 78% развиваются экстрапирамидные симптомы. Но это для галлоперидола и вообще для других препаратов. А есть препараты типа сульперида, амисульприда, респиридона, полипиридона. Вот эти все препараты, они не липофильные. И прежде чем проникнуть в головной мозг, вот где для которого установлены вот эти все соотношения, они накапливаются вне зоны головного мозга, где и находится депо этого самого пролоктина. И вот они первоначально не проникнут в головной мозг. В любых дозах они там будут, даже в низких дозах. Если в низких дозах в головном мозге сульперид способствует активизации дофаминовых нейронов, то даже в низких дозах вне головного мозга он там будет накапливаться и способствовать тому, что дофаминовые нейроны в туберинфандибулярном пути будут терять свою активность. Вот в чем проблема. Еще раз говорю, это не липофильные препараты, это целая группа препаратов исключения. Еще раз, сульперид, амисульприид, респиридон, полипиридон, пролонги, которые инвега там сделаны на основании полипиридона, респиридона, респиридон, коста. Вот все эти препараты накапливаются первоначально вне зоны гематоэнцефалического барьера, и из-за этого растет пролактин. Поэтому, еще раз говорю, есть исключения, надо это знать. Следующий вопрос. Какие же препараты, действующие тогда, от которых появляется желание жить? Вот очень интересный вопрос. Значит, почему-то считается, ну, видимо, это поветрие господина Петрика, что есть антидепрессанты, от которых должно появляться желание жить. Желание жить не может появляться от антидепрессантов. Желание жить появляется у самого человека, потому что желание жить, это, понимаете, как это вам сказать, это не расстройство. И нежелание жить, это тоже не расстройство. Я думаю, что вы будете удивлены, но подавляющее большинство суицидальных попыток, то есть люди не хотят жить, совершают люди без психических расстройств. Еще раз я подчеркиваю, подавляющее большинство суицидальных попыток это люди без психических расстройств. Поэтому без психических расстройств. Препараты предназначены для лечения психических расстройств. Ни один препарат, если у вас нет психического расстройства, он вам не поможет, он не даст вам желания жить, он не даст вам желания, если у вас нет психического расстройства. Судидальные мысли, конечно, бывают при депрессии, но судидальные мысли бывают у нормальных людей. Но если вы нормальный человек, вы будете принимать антидепрессанты от судидальных мыслей, вам они не помогут. Вам поможет нечто другое. Вам поможет дисциплина, вам поможет мысль, альтруизм вам может помочь, помощь другим людям. Посмотрите вокруг. Ведь вокруг огромное число людей, которым живется гораздо хуже, чем вам. Помогайте таким людям и вы увидите, как ваша собственная боль облегчится. Но я вас очень прошу, пожалуйста, имейте в виду, что антидепрессанты, вообще любые психотропные препараты предназначены для лечения психических расстройств. Они не раскрасят мир в новые краски, как говорит доктор Петрик. От них не появляется желания жить. Они просто лечат психические расстройства и все. Следующий вопрос. Здравствуйте. Спасибо за лекцию. У меня вопрос. Даже два. При тревоге может быть такое, что падает либо гамка, либо серотонин. Или обязательно только оба. Если упала либидо, причина сниженной серотонин. То если пациенты пьют серотонин в антидепрессанты, либидо вернется. Говорят, при приеме серотонин в антидепрессантов, либидо также падает. Или это замкнутый круг. Третий и последний вопрос. Условно, если пациенту не идет серотонин в антидепрессанты, то что делать тогда, использовать другие антидепрессанты? Давайте последовательно разберемся. Итак, при тревоге действительно может быть такое, что падает активность сразу двух тормозящих систем, гамкоргической и серотониновой. Но вообще-то, честно говоря, обычно можно это все разграничить. Что такое падение активности гамкоргической системы? Спасибо нам за идею. Это всегда очень и очень острая резкая тревога, сопровождающаяся многочисленными соматическими ощущениями. Серотонин это вещь социальная, то есть если у вас, например, социофобия, то это, конечно, не гамкоргическая система, а это уровень серотонина и падение активности серотониновых нейронов. Поэтому не обязательно оба, часто бывают раздельно, но могут быть и оба. Если упала либидо, причина сниженный серотонин. Если упала либидо, то причина не сниженный серотонин. Либидо у нас отправляет два вещества. Это дофамин повышает либидо и пролактин снижает либидо. Так вот, как правило, на фоне серотонина, высокого уровня серотонина, либидо может снижаться. Почему снижаться? Увеличивается уровень пролактина. Поэтому, на самом деле, если сниженный серотонин, то на самом деле ничего страшного в этом нет, либидо должно быть нормальным. Теперь спрашивают, если пьют серотонин в антидепрессанты, повышает уровень серотонина, либидо действительно может снизиться из-за повышения уровня пролактина. Что тут, собственно говоря, делать? Это никакой не замкнутый круг. Это надо обсуждать с вашим лечащим врачом. Потому что есть целый ряд мероприятий, которые могут быть сделаны. И первое, что тут надо решить, вот вы принимаете антидепрессанты, а помогает ли он вам? Если он помогает, одна ситуация. А если не помогает, зачем это продолжать? То есть, он не помогает, и у вас возникают побочные эффекты. Поверьте мне, когда вы принимаете препарат, всегда нужно взвешивать пользу и вред. Если вред перевешивает пользу, меняйте препараты и всё. Попробуйте снизить дозу. Там есть целый ряд мероприятий, которые можно сделать. Ну и последний вопрос, самый главный. Если пациенту не идёт тест антидепрессант, тяжёлые побочные эффекты, то что делать тогда? Использовать другие антидепрессанты? Или транквилизаторы постоянно пить не будешь? Что я вам хочу сказать? Если вам помогают тест антидепрессанты, то первое, что надо сделать, как ни странно, надо разобраться с диагнозом. Что с вами происходит? Все почему-то упирают, что препараты плохие. Не препараты плохие. Препараты назначаются под определённый диагноз. Если диагноз поставлен неверно. Ну вот если, например, нет у вас никакого тревожного расстройства, а вам дают и осантидепрессанты. С какого переляку они должны действовать? Они не будут действовать. И зачем тогда этот антидепрессант менять на какой-то другой? Надо не этим заниматься, а уточнить диагноз. Правильный диагноз, правильное лечение. Тогда надо ясно менять антидепрессанты на что-то другое или не менять. Следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, какую тактику предпринять, если у пациента шизофрении присутствует как глюстноторная симптоматика, так и редукция энергетического потенциала апатии безразличия? Принимая 20 мг аланзапина. Спасибо. Действительно очень важный вопрос. У пациентов, мы давно уже говорили, присутствуют два типа симптомов. Гиподофаминовые и гипердофаминовые симптомы. Гиподофаминовые, они же негативные, апатия, безразличие, гипердофаминовые, бред и глюцинации. Итак, здесь присутствует и то, и то. Дают 20 мг аланзапина. И спрашивают, а что, собственно, делать? Какую тактику предпринять? Ну, я вам честно скажу, что вот на основании таких скудных данных сложно о чем-то судить. Но все же, раз вопрос поставлен. Во-первых, галлюцинаторная симптоматика бывает разной. Бывают так называемые носители голосов. То есть, это длительное хроническое состояние, которое не собирается обостряться. При этом галлюцинации у человека никак не угрожают этому человеку, потому что они, например, не являются императивными. То есть, они ему не говорят, там, убей кого-нибудь, там, выбросись в окно. Они никому не угрожают. Например, они просто так, ну, чего-нибудь там ему нашептывают, и он с этим вполне смирился, и они действительно безопасны. И в этом состоянии наблюдается редукция энергетического потенциала. Я бы в этом состоянии попытался, то есть, апатия, безразличие, негативные симптомы, попытался попробовать ему полечить негативные симптомы. Ничего страшного, что будет приниматься препарат, который будет увеличивать активность дофаминовых нейронов. Конечно, это надо делать под наблюдением врача. Не дай бог, если возникнет психоз. Теперь пациент принимает 20 миллиграммов фоланзопина. Да, но если галлюцинаторная симптоматика другая, если она острая, если голоса у него комментирующие, если они ему говорят, там, пойди, возьми топор, убей кого-нибудь. Какой тут энергетический потенциал? Первое, что нужно делать в этой состоянии, это купировать эти самые голоса, убрать эти голоса. Надо спасти человека и спасти окружающих. Следующий такой вопрос. Вот вы говорите, редукция энергетического потенциала. Она будет на 20 миллиграммах фоланзопина. Фоланзопин обладает выраженными седативными свойствами. Выраженными седативными свойствами. То, что вы называете редукцией энергетического потенциала, на самом деле, может быть побочным эффектом аллозопина. Попробуйте поменять на другой препарат, который не обладает выраженным седативным эффектом. То есть, на самом деле, здесь много чего можно сделать. Здесь нет никакого такого противоречия. Здесь можно много чего сделать, если разбираться в клинике. Если ставить перед собой определенные задачи, что является первой задачей, что второй, что главный, что второстепенный. Прошу прощения. Следующий вопрос. В восторге от того, что наткнулся на этот канал. Очень увлекаюсь темой мозга. Хочу изучать мозг, изобретать новые препараты. Думаете, в России сейчас можно получить такую профессию? Я считаю, во-первых, спасибо, конечно, за комментарий. Можно получить такую профессию. Конечно, вам будет очень и очень сложно. Почему я думаю, что очень и очень сложно будет? Я, ну, несколько лет тому назад, что-то я там писал уже, не помню. Я наткнулся, что до сих пор студентов наших медиков, которые потом становятся фармацевтами. А фармацевт уже может пойти в какой-нибудь институт и заниматься там фармакологией. Изучать какие-то новые препараты. Изобретать новые препараты. Синтезировать новые препараты. Так вот, фармакологию до сих пор изучают по учебнику Харкевича. Был такой в мое время академик. Я помню, он мне читал лекции по фармакологии. И вот его учебник, который уже тогда был устаревшим, и по нему продолжают обучать. Конечно, если вы будете ограничиваться, когда вы учитесь вот этими устаревшими учебниками, то ничего не будет. Но сейчас другой совершенный мир. Сейчас есть интернет. Сейчас есть база данных. Сейчас есть огромное количество литературы, доступной, бесплатной. Если вы будете заниматься самообразованием, кто-то скажет, что самообразование это не для нас. Ну и что с такого? Надо заниматься самообразованием, если невозможно где-то получить какие-то данные. Потом, в чем тут самообразование? Вы же можете сейчас, сейчас, например, доступны различные курсы у ученых, которые живут там. Пожалуйста, вы можете по интернету записаться на эти курсы. На самом деле, самые широкие возможности они есть. Конечно же, вот вы хотите стать ученым, вы хотите стать фармакологом. Я вас только очень прошу, пожалуйста, привыкните к тому, что настоящих ученых всегда бьют. Если вы хотите стать настоящим ученым, привыкните к тому, что вас будут бить. Вот я, например, пять лет у меня были, пять лет я занимался в подпольной наукой, так получилось. У меня были подпольные научные группы. А через пять лет мой заговор раскрыли. И мне пригласили, то есть, меня пригласили, меня заставили уволиться. Я буду ждать был уволиться. Я очень расстраивался. Но я не по-тому расстраивался, что я занимался наукой в подполье. Я расстраивался из-за того, что раскрыли, что мои подпольные группы были раскрыты. И потом мне, к счастью, объяснили, что так и бывает, что если подпольная группа работает в подполье больше, чем пять лет, активно работает, она все равно раскрывается. Ничего тут поделаешь. Я прослушал максимум. Но вот то, что вас будут бить, то, что вас будут увольнять с работы, ну ничего, привыкайте к этому. Но зато вы станете настоящим ученым, с независимым мышлением, с независимым взглядом на вещи. И это тоже очень хорошо. Я вас прошу, пожалуйста, если вы считаете, что вы сильный человек, не покидайте Россию. Становитесь ученым в России. Если вы считаете, что у вас недостаточно сил, ну принимайте тогда другое решение. Спасибо вам за внимание. Как всегда, я вас очень прошу. Давайте продвигать нашу повестку вместе. Подписывайтесь на наш канал. Становитесь спонсорами нашего канала. Комментируйте наше выступление. Ставьте нам лайки. Хотите облагодарить нас за этот ролик? В его описании вы найдете реквизиты счета. До новых встреч.